Воскресенье Воскресенье Это все на собрании Вы сегодня встретите Собрание сегодняшнее вставлено Уже мы поставили ролик Я попутно спрашиваю Это не против, что мы выставляем в интернет Да нет, не против Ну все Звук что-то у вас Звук вроде слабоватый Да А слышно вообще нас или нет? Слышно, да Да, слышно Ну что-то свеча у нас сегодня плохая с задержками Ну я слышу вас Может быть влияет то, что у меня одновременно закачка идет А, ну это точно влияет Ну влияет, но я ждал Просто времени ждать нет У меня на ночь самые большие занятия пойдут Заказчики А сейчас второстепенные такие На благовестие были 8 Загнал, такие небольшие Их соединять будут вместе Ну начинай По порядку Ага Так, начинать Ну мы Мы списались с Виктором Андреевичем Вернее он нам первый написал Представился, что он из вашей общины Ну мы-то сразу узнали, кто это Потому что мы смотрим ваши ролики И знаем Ну уже из собраний знаем, кто это Вот и знаем, как его зовут Ну он представился и сказал, что Можем побеседовать, если вам интересно Вот И мы с ним созвонились Побеседовали Потом договорились встретиться Как-нибудь в Москве Правда в этот Мы уже жили у Юли Потому что я переехал во Фрязино В город Фрязино к Юле И мы живем теперь там Вот И он сказал, что Он в Москве находится И почему бы нам не встретиться Мы Ну Согласовались на том, чтобы встретиться Встретились у нас в храме Куда мы ходим На богослужение пришли мы в 7 часов Вот Отстояли вместе богослужение После храма Ну обнялись Целовали друг друга И пошли Как бы это сказать Беседовать Вот Зашли в кафе Посидели, побеседовали Потом поехали мы В этот В церковь Которая в Переделкино находится Как она называется? Метрополита Филиппа Вот Ну да Да Вот там побыли Походили Вот Купель сфотографировали Сфотографировали Там купель Его заинтересовало Больше всего Что там Ну в полное погружение Купель-то построили Всех крестят Так поближе к себе микрофон Держите Поближе Что-то плохо слышно Прям поближе держите Ну вот так Вот Да Вы если можно Лучше наводящие вопросы Из меня рассказчик Не очень хороший Ну Понравился он вам? Понравился Ну а вы все понравились Понравился Он очень Стал просить молиться Ну Слава Христу Слава Христу Что еще сказать? Так что у вас Там Дела-то в церкви Как? В церкви? Да все Вроде нормально Ходим Вот Никаких Нареканий на нас Вроде нету Со стороны священства Никаких нападок Ничего такого Вот Все хорошо Слава Богу Может быть от вас Они ничего не слышат Поэтому нападок нет Да Вы правы Потому что Мы после этого Ходили еще В церковь Как ты зовут? Кирилла Сахарова Вот Ну и потом Как-то Нет Мы продолжили Прямо С Виктором С Виктором Андреевичем Кстати сказать Когда мы выходили Из нашей церкви Пришел вот Дьякон Вот Через которого Мы хотели Установить Воскресную школу Чтение Библии То есть Молодежную Воскресную школу Хотели сделать С чтением Библии Он сейчас Этот вопрос Там решает Он нам сказал Когда мы его встретили Что его Настоятель Или кто-то там Не благословил На чтение Писания В церкви Не благословили Говорит Вообще Ну вот Разве на это Благословение Надо Нет Не надо Но они Наверное Боятся Что там Что-нибудь Не то Какое благословение Если нет Благословения Там веры Никакой Нету Там лукавый Стоит Кто желает Заглушить Слово Божие Это Противник Божий А противник По-еверейски Сатанс Тут Еще больше Нет Тут уже Надо Так Ну а где Сейчас Где сейчас Не глушит Слово Божие Это что Значит Противник Везде Во всех Во всех Храмах Что ли Воссел Да Во многих Конечно Ну мы Должны Работать Ну Кирилла Сахарова Как были Расскажите Ну как Были Да рассказывать Особо нечего Но мы Побыли На служении Исповедовались Там Исповедь Нам очень Понравилась Правда Не у самого Кирилла Сахарова Мы Исповедовались А он Он нас Не принял Мы к нему Подошли На исповедь Кстати Что удивило Он сидел Как это С цитраткой Какой-то Что ли У него там Поименно Я так понял На каждого Листок заведен И он Отмечает Кто Исповедуется Кто не Исповедуется Как я понял Но я первый Подошел К нему Значит И он Сразу Ну видит Что я не его Прихожанин Потому что он Всех знает Уже Это ясно Стало Вот И говорит Что я Исповедую Только своих Духовных Чат А для вас Сейчас я Говорит Выведу Священника Который У нас Исповедует Ну вот Тех Кто первый Раз Там второй Просто приходят К ним Гости Как бы И мы Исповедовались И того Священника И нам Все равно Это Понравилось Исповедь Потому что Видно Что Священник Старался Как-то Помочь Вникал В наши Проблемы Какие-то Советы Хоть и Общие Но старался Как-то Понимаете Поддержать Совет Дать Как правильно Себя Вести Чтобы Не повторять Этот грех Вот Исповедовались Дальше Пошли В трапезную В трапезную У него Тоже После Богослужения Происходит Собрание Как у вас Но Но К сожалению Очень мало Духовных Тем Там У него Были Гости Из Украины И вот Они Рассказывали Как там На Украине Что там Делается Как Там Война Проходит Что Ополченцы Тоже Как бы С их Стороны Тоже Зверство Есть Рассказали Что там Кому-то Взяли Заложники Кого-то Ополченца Думали Что Шпион Или Как там Это Называется Вот Одному Говорит Одного Пытали Другому Голову Отрезали Что-то Такое Вот И ни Слово О том Почему Все Это Происходит На Украине Все О чудесах Там Было Мироточение Иконы О том Что Вот Бомбы Падают Куда-то Мимо И все Благодаря Иконам Ну что-то Такое О чудесах Вот Но все равно Нас приняли Очень тепло И хорошо Нам это Понравилось И мы Теперь Включили В молитву И общину Кирилла Сахарова В благодарность За то Что они Нас так Хорошо Приняли Вот А вы Ему Сказали Что мы Знакомы С вами Да Как-то Не представилось Вы понимаете Просто На исповеди Я как-то Не успел Это сказать Он нас Сразу Отослал К другому Священнику Мы как-то И не говорили Там Там всегда Кто-то Другой Говорил Нам слова Не дали А ну мы И не просили В общем-то Ну просто Так подошли И бы сказали Я думаю Вам привет Был бы другой Может быть Ну как-то Не знаю Пусть не снялись Мы что-ли Или подумали Что это К чему Это Ну Да как Он тогда будет Знать Что вы не Супер Что мы знакомы Как Это очень много Значит И ничего Там нет Плохого Ну вот Ну вот Я не знал Вот если Следующий раз Мы там Будем Я думаю Что мы Туда Зайдем Потому что Мне там Понравилось Очень Служение У них Обязательно Упомянем Что знаем Вас Тем более Люди Которые Там Когда я Приезжаю У них Собрание Всегда Выступаю И в храме Говорю Проповеди Они Хорошо Знают Вот мы Приехали В Лиссабон Португалии Перед этим Там Года два Назад Был Отец Геннадий Фаст Нам только Стоило Сказать Фамилию Не просто Мы приехали А он Говорил Там Кто он И где Обратился В моем доме Да к нас Там Прям еще Служба Не кончилась С запивкой С просфорами За стол С тарелкой Вышли Соберите Денег То есть Ну я конечно Оставил им Десятки раз Больше Чем они Собрали Было у нас Прекрасно Там Я понимаю Мы пришли У нас Путь Уже там Как бы Место было Приготовлено Отцом Геннадием А где Мы приезжали На новом У нас Такого Мало Было Где-то Что Совсем Нас Не знали Кабы Машина Не сломалась Я думаю Где-то Ну в Норвегии Там Трудновато Было Пока С Финляндией Узнали Вот Финляндии Ждали Там Где-то Можно Сказать Если Совершенно Никто Не знаком Кто Он Такой Может Провокатор Какой Сопроводительные Ну понимаете Нам Нам-то Зачем Такое Одно Дело Вас Там Представили Заранее Вы-то Какой Проповедник Ну вы Можете Что-то Дать А нам Зачем Такое Расположение Мы Пришли И Как Ну просто Зато Посмотрели Как Они Встречают Гостей И Надо Сказать Что Очень Тепло И Хорошо Ну это Хорошо Я просто Сразу Обучают Ну да Понравилось Я вам Говорил Понравится У него Община Настоящая Он Сам Хороший Талантливый Он У нас Был Здесь Группой Учащихся С Воспитателями В лагере Здесь У нас Потеряевки Мы Давно Давно Знаком Последние Которые Были Там Выступления На улице Они Трапезу Сделали Большие Столы Вот Этот 14 Год Мы У него Были Ну и Его Попросили Рассказать Как Мы Первый Раз Встречались Где Это В Донском Монастыре И Там Где Мы Где-то Там Под Колокольня И Как Я Что Говорил И Что Из Этого Было Я Сказал Один Из Предатель Так Получилось Он Говорит До того Удивился А Назавтра Хвалил Настоятеля Столички А тот Во время Службы Ко мне Подошел Из себя Прямо Выходит Это Вы Вы Игнатий Вы Что Б Нет А я Ни слова Не говорю Он Постоял Маленько Фыркнул И пошел Я ему Рассказал Говорю Отец Анатолий Это Вот так Да Не Может Быть Он Такой Кроткий Я говорю Со мной Не стоял Его Кротость Подверглась Испытанию Серьезному А почему Из-за чего Я его не трогал Когда зашли в храм То Храма Пол покрыт Плитами Плитами Снятыми С могил И на них Изображено Распятие А у нас Правило Что крест Не должен быть Попираем Ногами Я ничего Не сказал Другого А как убрать Убрать эти плиты А если нельзя То Ну принести Там какой-то Наждак Такой Чтобы Убрать Надписи Ничего не значит Крест убрать Надо Закон гласить И к нему нельзя Отнестись Как попало Так Сказанным Обязанным Выполнить Какие же Вы православные Нравится Сделаю Не нравится Топтать буду Ну и А он то Настоятель А ему тут же Пересвистнули Это Передали Ну и он Возревновал Овшарашем Беспорядке Сегодняшнее Ему не надо Ну и все Ну а старики Там были Под 70 лет И бритые Я говорю Что вы бритые Это Ну и Тоже разговор Пошел Как же вы так Вас в храм Пускать нельзя Вы оскверненные Даже в земной Иерусалим Бог не пустил Безбородок Через Давида Давид Это Самый популярный Царь Образец царства И он не запустил Пока бороду Не отрастут Мерка то какая Борода Пока половина У него Сбритая была Пока не отрастет Сбритая Ну и Его тоже Видно Прихожане то Пожаловались И он Я опять же Ничего Не сказал худого Вот так дело то было Не шибко нравится Когда правду Говоришь Как говорят Не по носу Ну у вас то Какие намерения то Где лето проводите Мы Не хотим Так загадывать Как Господь Позволит Потому что У нас тоже Такие планы Что будем Переезжать в Москву Юля оставит Свою работу Будет искать новую Вот Хотелось бы Очень хотелось бы К вам попасть Мне во всяком случае Вот Ну тут уж как Господь 12 июля Будет крещение У нас Отовсюду приезжают Вот сейчас Из Литвы Из Франции Будут там С Казахстана Видимо приедут У нас От разных сторон Едут Потому что В Воронеже Целых городах Не могут найти Где покреститься Даже А у нас Ну надо приехать Конечно Хотя бы дня На два Раньше Пораньше Вы видели У нас тут Новый гость С Украины Приехал С Украины Приехал Видел Видел Вот он Покажись сюда Никита Он съемку ведет Володя сегодня уехал Вот сюда наклонись Чтобы Вот этот Нарисовался Вот Добрый вечер Мир вам Вот А то Вячеслав Вот С Юлей А он начал Рассказывать Слава Юлей Я никак не подумал На вас Я подумал Что там у них Светлана Там что-то Кто-то знаком А Юля стоит А потом Я говорю Что ты сразу Не сказал О ком речь Потому что Я не знал Что он с вами Знаком Как-то А он Приехал И начал Говорить Знать о ком Молиться И сегодня Опять поминал Уже Вячеслав Вроде За бороду Гонимый Ты стой Твердо Намертво Никогда Не уступай Тебя Если ты Поддашься Тебя ни жена Никто уважать Не будут Слово твое Должно быть Твердое Кремень Ты мужчина Тебя Бог Так создал Создал И поэтому Ты противишься Божьему Установлению Это знак Власти Твоей У нее Знак Власти Платок Чтобы она Без платка Нигде на улице Не была Там дома Если маленько Раскудлатится То пройдет А никуда За двор Не выходило Чтоб никто И не видел Если она Без платка Это означает Она не молится Потому что Молиться Без платка Нельзя Ведь в платке Она по-другому Выглядит Красота Какая Я и говорил Ну вот Пока еще Говорить не могу Ну не могу В один день Это все сделается Вот когда он рядом И говорил Не слушали А сейчас куда-нибудь Потянут его Да война какая Еще начнется И он никогда Не вернется Вы знаете Что у нас в России Речь идет Может быть О десятке миллионов Женщин Для которых Мужей вообще нету И настолько Меньше мужчин А у вас такой Муж рядом Ты будешь Потом Говорится Локти кусать Оцени Есть такая песня Благодарю тебя Что дал мне мужа Видел песню эту Нет Нет Не видел Ну Можно зарядить Нет Мне составили ее Они поют И дальше Мои фотографии Жена там рядом И все это Надо как-то скинуть Я посмотрю И найду Если его Ролик такой поставлю Но я заряжу Я обязательно заряжу Буду смотреть Это видео А кстати сказать Вы как всех Вы как всех Пускать-то собираетесь Если к вам Столько народу едет Да как Есть куда Есть куда Я могу сразу Принять Допустим 70 человек 70 А 70-то не будет Кроме того Я могу часть Перекинуть сюда У меня Когда Начинали строить Это Я везде Сделал столы Шириной метр восемьдесят Чтоб положил матрас И спать можно было Главное-то ночевать А день-то вы у меня Не будете ходить Я вас работать Заставлю А работы там Хватит По ягоды пойдете Собирать Купаться Там Полновесный отдых Босиком всем ходить Если нужен корень Солодки Пойдем сами Ты будешь Копать Насушишь его Сколько надо Но закон Один 50% Скидывается На лагерь Вот И сколько Накопал Я однажды Такую задачу Задал Дети Вот Ребятишки ходили Но они там Не так уж Много копали А мы-то больше Ну и вот Теперь на палатку Помыли Корни Корни В земле же были Разложили Вот теперь Дети Так Половина Вы знали Что половина На лагерь Идет Потому что Приезжают люди Они не могут Пойти А это очень хорошо От бронхов От всего Успокоительное Такое Ну это естественное Разделите на две равные Я подойду Тогда возьму И вот они там Человек 10 Сидят И по корешку Туда Сюда Вот Я подхожу Ровно сделали Ровно А сами видно Что знают Какая кучка больше Ну я беру большую Нет Это больше Ну почему она больше Так Минутку Подожди-ка Говори Воистину воскрес Да конечно Ну и не делай Не делай Когда будет возможность Сделаешь Я же не понуждаю Просто я дал знать Ага Ну Все Поклон всем передавай Мог бы не звонить Я и так знаю Если работа есть Ты сидеть не будешь С Богом Отошел Игнастик Удивительные люди какие Из другой Это епархии Там других городов И если что-то поручил И он не может У него мама заболела Он сразу к матери выехал И он обязательно Даст знать Вот так надо делать Что смущения не было Я дал знать ему В скайпе и здесь А ответа нету А уже полчаса нету И я думаю Что с ним И он тогда позвонил Но это Деньги стоят Ой Говорит Геннадий Тихонович Говори Вы простите Что перебиваю Мы просто забыли Упомянуть Сергея Козлова Потому что Сначала он нам Как там было Я с ним разговаривал Я с ним беседовал И он сказал Что со мной хочет поговорить Виктор Андреевич И запросил у меня Можно ли дать контакты Мои ему Вот Я сказал что конечно можно Он дал контакты Вот так вот мы связались Я просто забыл Это упомянуть Чтобы вы это знали Вот Меня это интересовал Момент Когда вы друг друга Узнали Позвонили Значит Сергея У Сергея сегодня Снимается кино Кино настоящее Там приедут режиссеры О нем Снимают Как правильно болеть Он взял почему-то Мои слова Нужно уметь учиться Болеть и умирать Он мне дал Говорит Я договорюсь Чтобы дали вам одну минуту Я говорю Не пойдет Хоть две минуты дай Я главное скажу Согласно Святой Библии Как надо болеть Какую роль играет болезнь Как они появились Ну Две минуты Можно что-то сказать Я уже места подготовил Но звонка нету Они хотят Смоделировать Как он будет рассказывать Как он потерпел крушение Как делали операцию Там главный нейрохирург Уже позвонил И там будут артисты Его играть А остальное Прям на месте Они будут снимать Я-то знаю Я в четырех фильмах Снимался Но Там большие деньги Они платят Но ему будто бы То ли льгота какая-то Или Сразу уже договорились Там перевод будет Английский Там французский Немецкий То ли заказ такой был Это в данный момент Я ждал Вот сейчас Вот когда говорим Видимо у него Они пришли Ну сказал ждать Я подождал А ответа нет Видимо он занят Видно что в сети Он находится У нас вот последний Вы не видели Беседуем Называется Диспут Диспут о крещении Со священника Московской патриархии А вы посмотрите Он где-то там Ну на месте Седьмом Или где от начала Там уже Пятьсот восемьдесят Посещений Я очень отстал В последнее время Поменьше стал смотреть Как на работу Устроился Вот У меня меньше Стало Просмотр Раньше я Еще перегонял Ну этот можете Посмотреть А у них Доводов никаких нет Я все это показал Они Говорили Дедахи То другое Я по частям По пунктам разобрал Они все четыре пункта Нарушают Мешает им то Что страх перед Высшестоящим начальством Перед епископами Если бы Его арестовали Оторвали от жены И мы бы там Находились где-то На соловках В ватных брюках На лесоповале Или в Сибири То разговор был бы Совершенно другой А тут он знает Рядом храм Тепло Еще он будет Рыпаться Главное достоинство Игнать стихность Да Нет Говорите Извините Я не перебиваю Главное Достоинство Говорят А почему Слушают Я там говорю У меня то нету Никакого необразования Ничего Я имею Главное Чего они не имеют Свободу Где Дух Господень Там свобода Я не приглядываюсь Я выражаю мысли Так как мне Они Поданы Эти мысли Я такие вещи говорю От которых Они содрогаются А сделать еще не могут Я говорю Я подчиняюсь Церковным канонам Правилам А это я просто мыслю Что они были Составлены неправильно Но я православный Я соблюдаю Не так надо было Сделать их А почему Монахи Вот весь ответ Я по всем вопросам Они нападают за мощи Я говорю Мощи все нужно собрать Все До единой И захоронить С великими почестами С патриархом С кадильным дымом И под храмом Христа Спасителя И все Кончилось Мировой собору Соблазн Раскапают трупы Расчленяют Отпиливают Везут А как-то они возили Какую-то руку Пантелеймона что ли И заложили ее Серебряная рука И эта рука стоит Вот так вот Это сатанинский знак Вот так вот И это Из серебра Это мой вопрос был Вы видели может когда-то В прошлом видео Да там поднялись Это десницы Георгия Победонос Да Когда узнали Там паника-то какая была Они К архиереям везде Как так Серебряную руку Везде они несут Мы поклонялись Сцеловали А везде показывают Как масоны Сатанисты Все друг друга приветствуют Артисты эти Вот такой знак Президенты США Они все масоны И это рука Серебряная Сделана вот так Так люди сегодня Они плются Не знают Я говорю Зачем вам было Идти-то Это ничего не значит Пальцы Но это знак Который они избрали Но я тебе скажу сейчас Вот это вот Ты поймешь Что это такое А если показать так Ты понимаешь Все бы вам сдохнуть Ну Ну так уже принято Вот у глухонемых Мизинец Это означает Крайне плохо У меня Если руку Вот так вот Скинуть Все понимают Это у меня написано Вот рука Как взлет Аэроплана Хайль Кричат Открывшее Хайло Там появилось Сгинуло Ушло Вот так Сергей Ко мне звонит Так все Расстаемся Давай Давай